В короткой встрече народного артиста СССР Юрия Соломина с краевым министром культуры Еленой Михайловой совсем нет формализма. Знаменитый актер, режиссер театра и кино, общественный деятель, не был в родной чете целых 40 лет. Он описывает, как жадно гулял по городу, стараясь найти здание, где родился его брат Виталий Соломин. По иронии судьбы, сейчас в этом помещении региональный Минкульт. Судьба же, двери закрыты, там окна, облупленный дом. Ради бога, реставрируйте его. Денег не будет хватать, вызовите меня, поработаю. Соломин рассказал, как нашел в чете дом своего детства и как до сих пор не получается разыскать могилу отца. Темы для беседы и творческие, и личные, конечно, неиссякаемы. Но пора выходить к прессе. На большие гастроли в Читу приехал первый состав малого театра. Его еще называют «Домом Островского». Забайкальцам решили показать три комедии великого драматурга «Сердце не камень», «Не все коту масленица», «Волки и овцы». Привези мы вам Островского, чтобы вы не забывали, что все русские, все-таки они как-то чем-то обязаны Островскому. А Островский чем-то обязан России. Почему? Потому что мы сейчас стали тоже говорить на каком-то непонятном языке. «Существует во всем мире количество заброса каких-то слов. Это касается всяких интернетов, шмаретов. Я в этом ничего не понимаю. Ни одного слова я не знаю. Даже телефон у меня единственный телефон без всяких интернетов. Это вот такой, который очень плохо работает». Даже иностранцы приходят в Малый театр, чтобы научиться правильно говорить. Среди многочисленных учеников Юрия Соломина выделяется актер Василий Бочкарев, с которым они вместе прошли целую жизнь. «Я счастлив. Вот сегодня мы шли по городу. Я видел, как бьется сердце моего любимого человека при встрече с теми местами, в которых прошло детство». А если быть точнее, первые шаги маленький Юра делал здесь, на Амурской 33. Телеканал «Зап.ТВ» стал свидетелем встречи актера с домом, в котором десятки лет назад жил он и его семья. «То есть была такая металлическая загородочка. Несколько ступенек здесь». Юрию Соломину не по душе каменные многоэтажки. Куда милее деревянные домики, но их в центре Читы осталось немного. Пешая прогулка плавно переходит в автомобильную. «Стягнуться надо. Сейчас я застегну. Ну я обычно обманываю вот так. А здесь не обманываю. Здесь машина умная. Пешит. Пешить начнешь? Пешить начнешь, да. Японцы. Не шутят. Вот домики такие были составлены. Хорошо». Юрий Соломин помнит многие детали Читы Советской. Например, что на месте современного кафедрального собора в те годы был стадион труд. «Ну это я помню. Забло. Вот это помню. Четвертая школа. Виталий получился. Мне открыли кинотеатр. Там родина». Для него программа «Большие гастроли» – это еще и огромные впечатления. Он готов общаться с забайкальцами по несколько часов. А взамен ожидает только искренней радости благодарного зрителя. Наталья Оршинская, Евгений Погорелый, Евгений Пончинцев, ЗАПТ-ТВ.